Привет! Сегодня я хотел вам показать, как обновлять адаптер Sigma MC11. Как раз вышла новая прошивка, и есть парочка глюков. Посмотрим, завтра исправит ли прошивка эти глюки. Сам переходник, и нам нужен провод, который идёт в комплекте. Очень важно, не теряйте его, потому что здесь слегка необычный разъём. Подключать надо через вот эту дырочку. Это USB-компьютер. Теперь о самом программном обеспечении, которое нам понадобится для обновления. У самого были трудности, поэтому подсказываю вам. Заходим в сервисы Support на сайте Sigma. Дальше в загрузки, в Downloads. Потом нам нужна программа Sigma Optimization Pro. Список версий, которые были. И мне нужно для Windows. Скачаем для Windows. У самого были сложности. Не мог вначале найти, где обновление прошивки. Здесь много очень закладок, не совсем понятных. То есть нужно скачать программку. Она нужна и для обновления линз, и для обновления переходника. Sigma Optimization Pro. Ждём загрузки. Запускаем. Соглашаемся. 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 Открываем. На данном этапе приложение просит подключить переходник. Берём переходник и оригинальным проводочком подключаем через USB-порт. Программа видит подключение, ожидаем. Увидела. Тут можно нажать дополнительной информацией, мы увидим список версий, которые были. На данный момент 1.07, вот перепрошиваемся. Посмотрим, идут ли наши люки. Список версий здесь будет. Нажимаем YES. Ждем загрузки новой прошивки. Ни в коем случае нельзя прерывать, подергивать переходник в такие моменты. И позаботиться, чтобы компьютер у вас был на бесперебойнике, или это ноутбук с заряженной батарейкой. Потому что если у вас отключится питание, или произойдет какое-то разъединение, то это чревато сбоями. Очень нежелательно это аккуратно делать. Ну, как и в любой прошивке разных устройств. Если вы сомневаетесь или не уверены в своих силах, все-таки доверьте это профессионалу, отнесите в какой-то сервис, обратитесь к человеку, который сможет вам в этом помочь. Потому что если произойдет какой-то сбой по вашей вине, то вы рискуете получить нерабочий переходник, или другое, любое нерабочее устройство, которое вы будете перепрошивать. Еще раз обновляется. Все. Сказала, что обновление завершено. Текущая версия 1.0.7 Откатиться назад на версию, как видим, невозможно. То есть, оно обновляет сайт, обновляется только последняя версия и прошивки. Вернуться на какие-то предыдущие версии невозможно. Только одна кнопочка. Вот еще раз проверим на всякий случай. Ну, последняя версия. Ну, все. Спасибо за внимание. Удачных прошивок вам. Продолжение следует...